Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». Летний отдых для многих закончился простудой, причем с неприятными последствиями. Но всерьез население забеспокоилось при первых сообщениях о такой напасти, как серозный менингин. Новости федеральных СМИ оптимизма не добавляют, а между тем специалисты успокаивают. Оказывается, инфекционное заболевание можно перенести и не зная об этом, страдая от обыкновенного насморка. Об этом и многом другом говорим сегодня. Скажите, пожалуйста, действительно ли есть сейчас тенденция, что очень многие начинают болеть, в первую очередь простудой, ну а потом уже мы начинаем подозревать более серьезные заболевания? Ну вообще речь идет о чем? О том, что это так называемая интервирусная инфекция, вот сейчас наблюдается. То есть есть обычный сезонный подъем, чаще всего именно в это время она и, что называется, имеет место быть. Почему именно в это время? Вы имеете в виду, когда теплеет и холодает, или в конце лет? Нет, это сезонное инфекционное заболевание из группы вирусных инфекций, так называемая интервирусная инфекция, которая имеет разные пути передачи или разные механизмы заражения, так об этом и говорят, так называемый фекально-оральный механизм, и воздушно-капельный. То есть пути передачи, либо это через воду происходит заражение, либо через пищевые продукты, очень часто через фрукты, овощи, которые не обработаны должным образом. Стоит ли из этого сделать выводы, что все-таки дети в первую очередь подвержены, именно они кушают фрукты, которые видят, купаются, может быть что-то взяли руками? Ну не только, конечно, дети, но чаще-то болеют дети, и преимущественно вообще-то инфекция, подверженная дети и подростки, в основном до 14 лет болеют этой инфекцией. Хотя взрослые тоже в 50-е, в 60-е, в более старшем возрасте. Все дело в том, что взрослые уже переносят это заболевание инфекционное в детстве, в более молодом возрасте чаще переносятся, но и у многих уже имеется иммунитет. Она может, эта инфекция, протекать в виде лихорадки по типу гриппа или респираторной вирусной инфекции, по типу ангины, может протекать, кстати, с насморком, так называемый заразный насморк. Может быть, возможно, проявление конъюнктивита, возможно, сыпи разнообразные. То есть вот основные проявления. Возможно, боли мышечные, при этом отмечается нередко у больных. Возможно, поражение кишечника, тогда отмечается, скажем, диарея у пациентов, диарея, рвота может быть. И только лишь у части больных, у части пациентов отмечается менингет. То есть развивается менингет. Кстати, его иногда называют даже доброкачественным. Инкубационный период сколько длится? Можно ли заболеть, например, две недели назад, а почувствовать на себе только сейчас? Можно, не заболеть, а заразиться. То есть инкубация обычно в пределах 3-4-5 дней, недели, до 2 недель, до 3 может быть. То есть в пределах месяца. То есть крайние такие сроки, возможно, и до месяца. Но чаще в пределах недели, ну, может быть, 2-х недель, вот в эти сроки. То есть обычные сроки. Что бы советуете сразу делать? Сразу, если начинается заболевание. Но дело в том, что мы о чем говорим? Если возникает обычный заразный насморк, а это возможно, обычные меры, лечебные такие, скажем, мы их называем неспецифическими, эти мероприятия. То есть обильное питье, ну, если имеется ринарея, заложенность носа, капли в нос, ну, разные есть капли. То есть нужно вообще вначале-то обратиться к доктору, конечно, желательно, который вам поставит правильный диагноз. В том случае, если развивается минингит, есть определенные признаки, которым могут дать вам основания. Ну, пациент может сам у себя его заподозрить, этот минингит. Обычно как это протекает? У больных возникает головная боль, довольно интенсивная. Причем иногда пациенты говорят, голова болит так, как никогда в жизни не болела. Появляется боль в глазных яблоках, появляется светобоязнь, возникает рвота у больных на высоте головной боли. Вот это признаки, которые настораживают в отношении разведия минингита. И вот в этом случае обязательно надо, конечно, вызвать врача, который определится, что же у больного. То есть будет проведен дополнительный осмотр, возможно, будут проведены какие-то дополнительные исследования, которые позволят сказать, что у пациента минингит. В данном случае мы будем надеть серозный минингит, доброкачественный минингит. И будет назначено соответствующее лечение. То есть такие больные обязательно должны быть госпитализированы. То есть здесь никаких других вопросов не может быть. На домой таких пациентов нельзя оставлять. Сейчас как-то получается, что обычно из детских лагерей детей забирают буквально по нескольку десятков человек. Хорошо, что не в нашем городе. Но вот если, не дай бог, произойдет какая-то похожая ситуация у нас, есть ли у нас все для того, чтобы помочь пациентам экстренно, быстро и своевременно? Есть, конечно. То есть есть и препараты необходимые? Для этих целей, ну, во-первых, начнем с того, что для этих целей у нас существует лечебная сеть. В первую очередь госпитальная сеть, то есть стационар. В первую очередь инфекционный стационар. Детские и взрослые. И больные в случае выявления у них менингитов, а таких больных, кстати, немного. Немножко так как-то сгущаются краски. Это обычные сезонные подъемы. Какие-то цифры можете назвать, которые успокоят наших близких детей? Ну, вот по Рязанской области, вот насколько мне известно, ну, эти данные недельные, около 30 больных с сервозными менингитами, доказанными антровирусными. 27 вот такая цифра была. Я так думаю, что, наверное, она должна быть больше. Вот последнюю информацию, которую, опять же, я почерпнул из интернета, из служебных. А кроме того, есть еще и другие формы антровирусной инфекции. Там порядка, ну, где-то около всего, около 40 больных зафиксировано. Но на самом деле их, конечно же, больше. Все дело в том, что, как правило, к врачам обращаются больные более тяжелые, это больные с менингитами. Им проводится детальное углубленное обследование, и вот им устанавливается как раз интервирусная инфекция. Остальные, они остаются за рамками медицинской помощи. То есть они не обращаются с насморком, не обращаются с двух-трехдневной лихорадкой. В последствии остаются какие-либо, которые потом сделают слабее иммунитет, да, или что-то вообще будет способствовать других. От менингита, да, там могут быть. Там могут быть последствия некие, но поэтому надо лечиться. А какие именно? Ну, последствия. Там возможно формирование такого синдрома, его именуют церебростыния, то есть слабость, утомляемость, головная боль, некое время может сохраняться. Возможно, у некоторых больных, у некоторых, но они обычно имеют какой-то фон, может сформироваться. Но это крайне редкая эпилепсия, например. Если, например, заболела молодая мама, которая только готовится стать мамой, есть ли риск для ребенка какой-то? Есть. То есть, кстати, передача вертикальная доказана. Но этот риск минимален, но такие случаи есть. То есть передача вертикальной. Мать-плод. Вот матери к ребенку возможна передача. Какие случаи будет? Ребенок уже родится заболеванием? Там, возможно, и врожденная патология, возможно, такое. То есть, есть признаки там определенные, но это довольно редкое. А что посоветуете тогда? Меры профилактики, может быть, какие-то? Понятно, что не панацея, но тем не менее. Ну, разумное поведение беременное. Наверное, не надо купаться, есть немытые фрукты. Скажем, не обработай, но овощи. Обычно разумное поведение. Не своевременно обращаться за медицинской помощью в ранние сроки, а желательно часы от начала заболевания. То есть, всем же известно, что за беременными устанавливается, так сказать, особый контроль. Поскольку здесь две жизни. Сейчас как-то немножко краски сгустели в прессе. Ну, разговоры вот эти идут. Идет обычный сезонный подъем. Он ничуть не выше, вот этот подъем заболеваемости именингитами, чем было в прошлом году или в позапрошлом. Причем даже в позапрошлом году заболеваемость была и выше. Мы еще вот этого пика не достигли. То есть, это обычная, скажем так, рабочая ситуация. Вот для нас, как для профессионалов, она не вызывает никаких особых вопросов, никакого удивления. Мы к этому готовы, к постановке диагноза, к лечению, к обследованию таких больных. И, значит, самое главное, я бы дал всем совет. Появились признаки какие-то, достаточно серьезные. Вот признаки вероятного именингита, мы о них уже говорили. Нужно обратиться к доктору, вызвать скорую помощь. Пациента доставят к специалистам, стационар в частности, его там осмотрят. Я вас уверяю, 99% случаев диагноз устанавливается своевременно. Больной нормально, адекватно лечится. То есть, проводится, устанавливается точный диагноз. Для этого требуется, конечно, время, то есть, все зависит от ситуации. Но я бы вот так не паниковал, как некоторые. И пациенты, население должны знать, что вот, да, есть такая служба. То есть, вот она есть, есть к кому обратиться. Пожалуйста, мы всегда готовы, мы открыты. То есть, у нас в круглосуточном режиме работает служба инфекционная. В любое время туда можно обратиться, в любое время дня и ночи. И вам там окажут помощь. Спасибо большое, что нашли время. Пожелаем нашим телезрителям здоровья, в первую очередь. И самое главное, вовремя о нем заботьтесь, тогда все будет хорошо. Это была программа «Семь минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова